МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основные темы этого выпуска. Эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. Среди зараженных в Испании жена премьер-министра и министр равных возможностей Ирэн Монтеро. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного. 17 человек погибли в Нигерии в результате мощного взрыва на участке нефтепровода. Первый полет аэротакси СЭД запланирован на 2022 год. А теперь подробнее. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 860 человек. Из них 3213 пациентов скончались, свыше 67 700 излечились и выписаны из больниц. За последние сутки в стране было выявлено 16 новых случаев заболевания, зафиксировано 14 летальных исходов, из больниц выписали 838 пациентов. Отдельно в Гонконге выявлено 148 случаев заражения, из них 4 человека скончались, 84 выздоровели. В Макао зафиксировано 10 инфицированных, все они уже выписаны из больниц. На Тайване заразились 59 человек, из них 1 скончался и 20 вылечились. Южная Корея за сутки зарегистрировала 74 новых случаев заражения и 303 выздоровевших. Общее число зараженных возросло до 8236 человек, из больниц выписали 1137 человек. Общее число погибших остается неизменным – 75. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта. В Японии выявлено еще 31 новый случай заражения. Общее число заболевших составляет 1515 человек. Еще 2 человека скончались. Всего от болезни скончались 31 человек, семеро из которых – пассажиры лайнера «Даймонд Принцесс». За сутки в Италии скончались 368 человек. Динамика летальных исходов почти равна числу выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Анжело Боррелли. Таким образом, число смертельных исходов достигло 1809 человек. По словам Боррелли, динамика роста числа случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки остается на уровне 3500. Теперь зараженных, включая выздоровевших, насчитывается 24700 человек. Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Во Франции число заразившихся коронавирусом возросло до 5400. Таким образом, за сутки число заболевших возросло более чем на 900 человек. В результате болезни скончались 120 человек. Эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. 14 марта премьер-министр страны Эдуард Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижение и отложить поездки. В Испании за минувшие сутки от коронавируса скончались почти 100 человек. Около 2000 заразились. Таким образом, число погибших от болезней в стране составило около 300 человек. 7700 человек заразились. Среди зараженных жена премьер-министра Испании Педро Санчеса и министр равных возможностей Ирэн Монтеро. Число погибших от коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось до 35. Число заразившихся по состоянию на утро 15 марта возросло с 1140 до 1372. Тесты на коронавирус были проведены у 40 279 человек. Отрицательных результатов 38 907. В Соединенных Штатах Центры по контролю и профилактике заболеваний порекомендовали не проводить в течение ближайших 8 недель мероприятия с участием свыше 50 человек. По последним данным, в США коронавирусом заразились более 3000 человек, скончались 62 пациента. По количеству заболевших лидирует штат Нью-Йорк, а Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек, более чем в 140 странах. Большинство выздоровели, 5700 человек скончались. Ровшан Ильясов, Сибиси. Мощный взрыв прогремел в Нигерии на участке нефтепровода в пригороде Фестак штата Лагос. По меньшим мере, 17 человек погибли. Более 50 человек пострадали и были направлены в больницы. 25 оказывают медицинскую помощь на месте. Многие близлежащие строения были разрушены, в том числе церковь и общежитие для девочек. По словам очевидца, взрыв произошел после того, как самосвал загорелся во время выгрузки песка. Пожар распространился на трубопровод, тем самым вызвал взрыв. Взрыв произошел у Вифлеемского колледжа для девушек. На момент происшествия в школе было несколько студенток. Глава города заявил, что некоторые студенты попали в ловушку и принимаются меры для их спасения. Комиссар полиции штата Лагос заявил, что взрыв не связан с терроризмом или вандализмом, а был результатом ошибки, вызванной человеческим фактором. Сейчас на месте работает спасательная группа. Отмечается, что это уже второй крупный взрыв трубопровода в штате Лагос с начала этого года. Оксана Вилеева, Сибиси. Сибиси. Сибирь, Сибирь, Сибирь. Сибирь, Сибирь, Сибирь. Сибирь, 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 Сибирь. Это значит, что в зоне риска окажется еще больше людей. Чтобы избежать катастрофических последствий, необходимо как можно скорее принять меры по сокращению выбросов парниковых газов. Основной причиной глобального потепления. Оксана Вилеева, Сибиси. Сибирь, Сибирь. Сибирь, Сибирь, Сибирь. Сибирь, Сибирь. Сибирь, Сибирь. Сибирь, Сибирь. Сибирь, Сибирь. 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 Стартап «Вольтаэра» провёл испытание гибридного самолёта «Кассио-1». Аппарат оснащён двумя пропеллерами, по одному на каждом крыле самолёта, которые питаются от отдельных 60-киловаттных электрических моторов. Третий толкающий винт в задней части фюзеляжа получает энергию от обычного двигателя внутреннего сгорания на 170 кВт. Однако в финальной версии «Вольтаэра» заменит двигатель внутреннего сгорания на гибридный блок питания. В такой сборке у «Кассио» будет три электромотора по 60 кВт и один двигатель внутреннего сгорания на 300 кВт. «Вольтаэра» планирует выпускать четырёх-шести девятиместные версии «Кассио». Максимальная скорость самолёта будет составлять 370 км в час, а дальность полёта минимум 3,5 часа. Поставки начнутся в конце 2021 или начале 2022 года. Ровшан Ильясов, CBC. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова